МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА -"Неделя русской классики". В столице Чувашии идут мероприятия, посвященные 85-летию Министерства культуры по делам национальности и архивного дела Республики. Произведение Гоголя, Островского, Бунина, Тургеньева. На протяжении шести дней на сцене Русского драматического театра актеры представят ценителям спектакли в лучших традициях русской литературы. Для будущих актеров приготовили и отдельную программу «Театральная гостиная». Специальный гость проекта – театровед, профессор Высшей школы журналистики и массовых коммуникаций Санкт-Петербургского университета, доктор филологических наук Сергей Ильченко. И сегодня он у нас в студии в гостях программы «По существу». Сергей Николаевич, здравствуйте. Очень приятно видеть вас у нас. Спасибо, Юля. Аналогично хотел бы поздороваться со всеми телезрителями, потому что я первый раз в Чебоксарах, первый раз в Чувашии. И поистину, говорят, лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать. Вот то, что я вижу последние двое суток, что здесь, это, конечно, просто очень радостное впечатление, потому что очень уютно, очень по-доброму. И хоть я здесь всего несколько, как говорится, дней, но такое ощущение, что я здесь уже давно. Ну, вот это ощущение адекватности – это очень важно для любого человека, который впервые приезжает в город, в республику. Спасибо. Очень приятно это слышать. Сразу первый вопрос. Каждый вечер недели «Русской классики» посвящен одному спектаклю и одному автору. После обсуждения вы вместе с студентами, актерами говорите свои впечатления, разбираете увиденное. Вот я так понимаю, одна встреча уже была. Да, был вчера мой дебют, причем, несмотря на некоторый опыт, как вы понимаете, педагогический, все-таки подобный формат, когда у тебя с одной стороны сидит творческая постановочная группа вместе с актерами, с другой стороны студенты, как зрители. И ты понимаешь, что надо найти не столько, может быть, контакт с каждой группой в отдельности, а установить мостик между одной группой и другой. И при этом не забывать обсуждать спектакль. Почему все-таки это классика, почему какие это мотивы, сюжеты, обстоятельства и спектакли увиденные производят впечатление и запоминаются. В общем, вчера два часа было такого хорошего театрального марафона в гостиной. И, по-моему, остались довольны и все, потому что для студентов это была очень хорошая школа расширения знаний, а для актеров проверка впечатлений в отношении того, что они сыграли. И, в общем, по-моему, повторяю, судя по тому, что говорили студенты, и судя по тому, что потом уже после обсуждения сказали актеры, это было очень полезно. Что в основном интересует студентов? О чем спрашивали? Знаю даже, что речь зашла о таком симбиозе между театром и тиктоком. Ну, мы придумали вчера, да, с Дмитрием Владимировичем Капустином, который, собственно, придумал мой приезд в Чебоксары, в русский драматический театр. Мы когда сидели перед началом этой гостиной, думали, а что же может сколыхнуть молодежь? Я пытался и с точки зрения чтения классики, и с точки зрения просмотра каких-то фильмов все время вытащить их на обсуждение. Иногда это вызывало удивление, конечно, актерское, как вы понимаете, части нашей дискуссии. Но, в конце концов, мы с Дмитрием Владимировичем Капустином придумали, а вот давайте спросим молодежь, можно ли поставить «Отцы и дети», поскольку спектакль был про Романа Тургене в тиктоке, и сразу встрепенулись, и сразу глаза загорелись, и сразу стали прикидывать сериал, не сериал. Там, может быть, это Даня Митрохина, или как его-то нынешний тиктокер, сыграть Базарова и так далее, и так далее. То есть возникла какая-то такая живая реакция, что я понял, что все-таки театр, это, конечно, здорово, но молодежь нынче, как вы понимаете, немножко к другим источникам информации тяготеет. Хотя, я думаю, что и то, что есть эта неделя русской классики, и то, что туда собираются и студенты, и участники фестиваля «Театральное приволжье», то есть люди, заинтересованные в театре, для них это очень полезно, именно потому, что они попадают в контекст профессионального искусства, в контекст русской классики. И мы вчера за два часа нашли столько мотивов в «Отцах и детях» и спектакля, что я сам от себя этого не ожидал. Какой-то ассоциативный круг был просто, знаете, расширяющаяся вселенная. Хотелось бы услышать вашу оценку именно актерской игре наших профессионалов русского драматического театра. Как у вас впечатление? Вы знаете, ваши актеры могут играть все. Это самое главное впечатление, потому что тот насыщенный репертуар, который есть в русском драматическом театре, это, конечно, требует просто особой концентрации, особого мироощущения. И, в общем, посмотря уже два спектакля, я понял, что с этой труппой можно ставить абсолютно все. Хотелось бы вернуться к обсуждениям со студентами. Вот скажите, пожалуйста, что больше всего интересует студентов? Их интересует расширение собственных знаний о театре, в искусстве, о литературе. Я открою маленький секрет, да не обидятся меня вчерашние участники. Для начала просто чисто элементарно спросил, поднимите руки, кто прочел «Отца и дети». Как вы думаете, сколько человек подняло руки? Ну, судя по вопросу, наверное, немного. Мы не будем раскрывать эти цифры, но вы правы в своих догадках. И, может быть, даже разговор с ними строился на том, чтобы вытаскивать вот эти вещи из спектакля и говорить, что в романе это еще интереснее. То есть, чтобы после спектакля, и это тоже функция театра, в фестивале, мальчики и девочки взяли в руки книжку. И одна девочка призналась, что буквально сразу после спектакля, а он называется «Доктор Базаров» в версии русского драматического театра, она захотела прочесть роман. Вот для меня это самая лучшая похвала спектаклю. Какие вообще спектакли еще увидят наши зрители, студенты? Ой, там, вы знаете, такой пир русской классики на любой вкус. Значит, Бунин темный, Али, Островский, «Бешеные деньги», «Волки и овцы», конечно, «Жемчужина» — моя самая любимая пьеса «Ревизор» Гоголя, но вот сиди и наслаждайся каждый вечер. Вот эти произведения, они, наверное, никогда не потеряют своей актуальности. Вы знаете, думаю, что да, вы правы, потому что что-то такое, и Гоголь, и Островский, и Тургенев, и Бунин, они все-таки знали про жизнь, и эту жизнь они каждый по-своему интерпретировал. Но потому что они это знали, они это прочувствовали, они это осмыслили и придумали такие замечательные совершенно варианты театральные, что это можно ставить совершенно бесконечно. Скажите, пожалуйста, Сергей Николаевич, а вот с чего началась ваша любовь к театру? Ой, вы знаете, это фантастическая история, тоже как сказка. И у нас в Петербурге, вернее, уже тогда в Ленинграде, был Ленинградский государственный институт театра музыки и кинематографии. Вот последнее слово меня, собственно, и привело в этот институт. Я думал, а я кино очень увлекался, бегал в кино, один год, например, 135 раз в кино сходил. Ничего себе, считали? Да, считал, статистику вел, я в этом смысле был занудой абсолютно, кинематографические журналы все выписывал, советские, про кино. Я подумал, приду, я буду учиться пять лет, заниматься только кино. А оказалось, нет, у тебя театровический факультет. Вот, Сережа, и изучай историю театра. Так, собственно, театр стал в некотором смысле моей профессией, как говорила моя мама. Вот, Сережа, ты выбрал себе хорошую профессию. В чем дело, спросил я. Ты будешь ходить в театр и смотреть кино. Вот так оно, собственно, и получилось. Я хожу в театр, смотрю в кино, иногда пишу про телесериалы. Гениальная фраза, вообще. Очень понравилась. Но вы, наверное, нисколько не жалеете, что так получилось? Ну, так же можно жалеть, когда ты занимаешься любимым делом, о котором ты мечтал в юности, тебе еще иногда за это платят деньги. А иногда, когда ты напишешь какую-нибудь умную статью, или книжку, или диссертацию, тебе присваивают ученую степень. Ну, совпадение мечты и реальности, тут тьфу-тьфу-тьфу, как говорится, постучать по дереву, вот, оно есть, и хочется, чтобы всем оно так совпадало. Скажите, пожалуйста, а как, вот, на ваш взгляд, изменились актеры сейчас? То есть, вообще, изменился ли театр в плане актеров? Изменились ли сами актеры? То есть, конечно, мы все с вами помним такие культовые имена, там, как Николай Рыбников, да, Надежда Румянцева. В них влюблялись, таких актеров, хотели быть на них похожими. Есть ли сейчас такие? Такие есть, но их немного. И, как правило, это актеры, вышедшие из советской театральной школы и сохраняющие эти традиции внутри себя, ну, и в том списке ролей, которые они играют, там, в кино, на телевидении, на сцене. И это очень наглядно можно проверить. Вот сейчас по одному из федеральных каналов, не будем говорить, какому, зрители знают, найдут, идет сериал «Угром Рюка». Вроде бы звезды из звезд, да, вот вроде бы все звезды. А возьмите просто, поинтересуйтесь, найдите в Ютубе старый фильм «Ярополка Лапшина» 68-го года, четырехсерийный, телевизионный, черно-белый. И посмотрите, как там играют эти же самые героев, и как сравните с тем, как играют нынешние звезды. И вы видите громадную разницу. Я думаю, что актеры нынешние, они хватаются, извините за термин, за очень многое. А вот те самые актеры, звезды, о которых вы говорите, они все-таки позволяли себе не соглашаться с предложениями и выбирать. Потому что, как сказал Валентин Гавк, покойный, страшно не то, что ты умрешь, страшно то, что после смерти тебя сыграет Сергей Безруков. Вот. Ну, это одна история, а я всегда студентов своих спрашиваю. Когда прихожу первый раз, начинаю обсуждать какие-то фильмы, мы цепляемся, мы разговором, я говорю, ну, поднимите руки, кто любит Сашу Петрова. Все так скромно, так начинают, думают, что это какой-то подвох. Нет-нет, я тоже не люблю Сашу Петрова, говорю, я и студенты облегченно вздыхают. Это к вопросу о том, что нельзя надо видать собственным присутствием на сцене и в кадре. А если говорить о театральных актерах, то как раз на них, на мой взгляд, оказывает давление вот эта наша медийная среда, медийный контекст. Потому что, вольно или невольно, мы все смотрим, мы все видим, мы везде всем интересуемся и можем уже сравнивать в этой истории. И для них, вот, что показывает вот просмотр этого спектакля, вольно или невольно, на них это оказывает действие, на стилистику их поведения, на манеру их поведения, на подачу роли. И, в принципе, я бы вот, будучи, если бы я был режиссером, хотя у меня таких амбиций нет, но вот и ставя классику, я бы просто запретил бы актерам смотреть современные версии классики, чтобы не портить вкус, понимаете? Ну вот, а что в плане образования? То есть, что нужно сделать, например, начинающему актеру, чтобы вот добиться таких результатов? Очень просто. Во-первых, не бояться пробовать, то есть, экспериментировать, предлагать какие-то работы, самые фантастические. Один из актеров великих, я уже не помню, никто, ни то Роберт Де Ниро, ни то Михаил Чехов говорил, что, в принципе, я могу сыграть телефонную книгу. Вот, понимаете, степень эксперимента. А с другой стороны, все-таки расширять свое представление о культурных пластах, потому что без знания актер на одной интуиции далеко не уедет. И какие-то вещи, которые он закладывает в юности, они потом им всю свою профессиональную жизнь могут пригодиться. И, конечно, читать, читать, читать. Вы уже пообщались с частью наших студентов, да, каких-то будущих актеров. Возможно, как вы думаете, есть ли у них шанс? У них есть шанс. И чем больше они будут участвовать в подобных обсуждениях, чем больше они будут видеть подобную выстроенную линейку, недискретный раз пришел и забыл на целый год, да, а когда они увидят эту мощную интеллектуальную классическую высокохудожественную атаку, хотя бы даже на уровне текста, мы сейчас не трогаем интерпретацию, да, они поймут, что все, что рассказывалось в 19 веке и в 20, стоит знать, чтобы не открывать Америку в 21. Поэтому мне-то кажется, что просветительская миссия вот подобных акций, которые организованы в Русском романтическом театре, она важна еще и этому. Она важна не только для театра, она важна как раз для той смены, которая придет в театр. Сергей Николаевич, большое вам спасибо за беседу, большое спасибо, что нашли время прийти к нам в студию. Спасибо вам, вот, и хочется пожелать всем и телезрителям, ходите в театр, там очень интересно, в любой театр, потому что те ощущения, которые вы там получите, вы не получите нигде. Я вспомнил одну фразу, когда мы открывали с Дмитрием Владимировичем Капустином фестиваль, что сказал Жан-Луи Бару, и это очень важно, великий французский актер и режиссер. Он сказал, что театр – это не то, что происходит на сцене, театр – это не то, что происходит в зрительном зале, а театр – это то, что происходит между сценой и зрительным залом. Любите театр и до новых встреч. Спасибо. А я напоминаю, в эфире программы «По существу» мы общались с театроведом, профессором Высшей школы журналистики и массовых коммуникаций Санкт-Петербургского университета, доктором филологических наук Сергеем Ильченко. До свидания. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин